всем большой привет дорогие друзья доброе утро сиренина с этой страны такая вот мелкая вот на улице ветер сегодня но передают до 25 аж даже а ведь какой ветер как тополята колышется смотрите на какие полосы на небе от самолет это что там творилось разморозила грибы 33 пакета но они не полные конечно но как бы я их на один раз упаковывала пакеты для заморозки вот три порции так вот они растаяли растаяли уменьшаются уменьшаются будет жарить они еще меньше будет в общем там еще у меня два пакета может быть все сразу и пережарю сейчас эти пока тает но это вот для дочери я буду делать их банку сегодня никуда не пойду сейчас я скажу почему так вот девочки мальчики почему меня шея болит даже не ангина шея я думала меня продуло на улице на улице же ветер так вот дует кстати брюки приготовила надо тоже там стираю футболку другого цвета я уже не кладу все вместе чем ладно а стирки я потом расскажу как я стираю если кому интересно короче говоря у меня вчера ну вот я в видео говорил что что-то у меня шея побаливает да а дальше хуже а я же еще и на улицу ходила на улице такой прохладный ветерочек добавила наверное и ближе к вечеру мне совсем как-то плохо но у меня нет ни температуры ничего нет и глотать вроде бы не больно так то вот началось вот здесь вот вот это вот мышца вся болит и вот сюда даже и сзади вот как вот эта мышца вот уже в затылок да я уже намазала мазью ну согревающей мазью меня продуло и скорее всего вот из окна потому что я сижу как раз левой стороной и был холодный ветер окно открыто вроде бы дома то тепло и вот я почувствовала что мне как-то вот дует чем-то я была тут занята очень сильно на видео может монтирую не знаю производственной травмы короче вот и уже потом надо закрыть окно даже вот ухо даже ухо чешется дашка знаете как будто болит я уже спиртом бурный спирт протерла но ухо мне не стреляет ничего но вот и горло вот больно глотать где-то вот здесь то есть вот здесь вот наверно там вот как мышцы настудила я и в плечо ударяет и короче говоря я уже и натерла всего и миромистином уже напрыскала и таблетку рассасывала стрепсис стрепсис у меня есть посмотрела так там на гланди все-таки есть такой нарывчик думаю значит это надо вот и хлоргексидином то пополоскал в общем все ну в общем намазала я аж два раза той мазью аж у меня вот сюда пошло как-то вот вдоль гортани даже больно вот так вот нажимать мало того рукой больно вот мы как бы напряжение и отдает прямо сюда спала сегодня не повернуться еле-еле поворачивалась ну так-то у меня шея конечно ворочается но когда напряжение вот на руку и сразу ударяет и туда и туда в общем и в общем вот я такая девочки сегодня вот так что сквознячок то он нет это точно не на улице потому что ну там ветер гуляет вокруг и все если бы мне если бы я сидела и мне бы вот именно сквозняком куда-то дуло то это понятно но я нигде не сидела я просто шла по улице скорее всего вот именно с левой стороны вот в окно сейчас сделала еще утром пила с медом кофе с молоком и медом сейчас сделала вот цикорий тоже вот с молоком и медом хочется все тепло вот что-то туда пропустить вот может надо было на ночь не найду ничего хотела шерстяным шарфиком я уж и убрала в общем вот этот более-менее он хлопковый такой такой мягкий мягкий шарфик намотала уже себе намазала уже с пчелиным ядом все что у меня были мазь вчера одно сегодня другое общем согревающими мазями и хочется постоянно что-то я вчера и лимон с сахаром так вот ела прям хочется чтобы что-то такое кисленькое прошло и тепленькая вот так вот никогда в жизни у меня такого не было ну было так вот немножко там больно повернуться это ну раз потом вроде бы пройдет а это не могу повернуться голову вот так вот наклоню у меня там стреляет в этот взор не в затылок а вот именно в левую часть вот здесь вот где вот это вот мышца идет это что-то прочитала в интернете нашла ну вот что вот когда мышцу застудишь то надо или это миозит называется или в общем короче говоря застудила ну надо пишут согревающей мазью или уже противовоспалительная я вчера даже ибупрофен выпила на ночь я легла уже не могу у меня все болит как-то прям даже ноет пошла выпила его профен одеялом вот так вот укрылась кое-как ночь прошла так вот девочки сегодня никуда не пошла муж как всегда пошел он иногда сидит и на сквозняке и хоть бы что но я же вот где чуть дунет то все там конечно вот ну закаливая закаливаем занимается он сейчас не купается но утром после душа он холодной водой обливается из душ холодной водой так что правда у него конечно бывает что там в больнице лежал когда в прошлый раз занимался там на площадке а там сквозняк а у него герпес на голове выскочил очень сильно был тоже вот на сквозняк сквозняк губительное дело а у меня тетушка ты тоже у меня говорит что-то говорит вот под грудью себе не показывают красное и вот эти вот какие-то пупырчики мне гордочь сказал это наверное ну что-то съела аллергия потому что но у нее же сахарный диабет а она любит поесть всяких там вредностей вот и говорит сказал мне мазь какую-то дорогущую я мажу а мне еще хуже я говорю таня у тебя наверное скорее всего герпес если больно дотрагиваться аллергия она эти больно дотрагиваешься не больно она чешется да там а герпес он именно больно трогать на гортой больно как и прям ну красная говорит и грудь это назревает и ну как он называется поясывающие решающую да а у них же было в балахне у них же отопление отключили она как мы замерзаем я горд уже и камин включила сколько мы горд нашли электроэнергии мы замерзаем я уже и в надела и уж под двумя одеялами горд холод холод у них очень рано почему-то отключили топление вот и конечно она настыла и у нее вот этот вот ну как бы настыла и соответственно иммунитет то падает да сразу вот этот вот герпес поднимает свою голову герпес он есть в любом организме но вот как чуть ослабление организма он сразу проявляется или за чуть-чуть простынешь и все он уже организм как бы перестает сопротивляться начинается вот этот вот герпес это как всегда я говорю тебя герпес с ацикловиром говорю маш на посмотри может в интернете какие-то еще и вот элементарное недорогое средство ацикловир маша все ну вот таблетки я пить не буду конечно мне и так их полно и таблетки не обязательно пить маш этим ну на самом деле она вот намазал ну все и прошло он даже назревать не стала и боль прошла ну как масса на хорошо у меня в аптечке всегда есть ацикловир потому что бывает что ой что-то тут как-то зачесалась подозрительно сразу раз и все никаких и никогда не довожу что у меня вот бывает что такие блямбы нарастят вовремя просто как зачесалась что-то болит все значит это герпес значит надо срочно помазать ацикловир все и ничего нет так что вот вот девочки вот я сижу теперь шею свою застудила я уже и носки надел на том то не холодно но так вот у меня ноги всегда как-то это мерзнут в первую очередь вот глотать и глотать прямо вот здесь не горле а вот внизу мышца мышца вся вот это вот спалилась такие вот дела на простирку я учася вещи какие-то новые или ну так бросаю на бережный режим все таки и если там что-то другого цвета ну вот брюки у меня пудровые там меня в ту футболку эту горчичную надо я первый раз первую стирку потом я могу конечно вместе потому что порошок color используешь вроде бы нормальный не закрашивается но конечно лучше по краскам распределять вот и отдельно уже эти брюки брошу на ручную стирку вот я все всегда стираю отдельно постельное белье я отдельно ну потому что уже собирается целая машинка как бы ну что-то еще может добавить если это иногда он махровый просто не муж укрывается так и и вообще отдельно потому что она тяжелая вот нижнее белье отдельно стираю полотенца полотенца я вообще отдельно стираю махровые там вот отдельной стиркой делаю потому что сразу все полотенца не махровые из кухни и все я оставлю уже на 40 градусов на более такое длительное время а то и на 60 градусов на 60 я скорее всего да на 60 я ставлю чтобы уже там все простиралась хорошенько вот так верхнюю одежду конечно отдельно от нижнего белья носки там стараешься как-то с какими брюками бросить или там вору вот так вот так вот я стираю не бросаю все подряд вот чем каждый день какая-то стирка надо бишь что у вас подготовительных подготовка к отъезду да так потихонечку что-то что-то начинаешь чтобы не забыть что-то начинаешь уже собирать что-то в сумке что-то свои вещи в чемодан ну муж заменил там колесико у нас колесо сломалось последний раз вот мы налетали турции у нас отломали колесо вот ну думали все уже этот чемодан нам придется выбрасывать и немножко еще продавили там он вообще-то у нас тканевый но а там же вот в углах как-то как пластик что ли ну и короче говоря там продавили кидали наверно кое-как ну еще но еще можно с ним съездить такие вот пироги еще неизвестно что будет дальше полетим мы куда поедем ли куда моложе не становимся да вот и обстановка неизвестно что будет и цены цены вообще просто уже зашкаливают если турции нам нравилось почему она и по цене было и и сервис там неплохой и все включено как-то вот вот это все устраивало и море край прекрасное чистое вот так вот а сейчас у них цены тоже растут и у нас растут и у них растут только не растут зарплата до пенсии до такие вот дела такие вот дела муж там возится все с этим навигатором навигатор то у нас не новый и она он заказал новый навигатор потому что этот вообще не фурочет уже тем более карта то новые нужно потому что все же меняется так что вот мы вот ездили в городец он проверял от старый навигатор что то что то он не то там буровит заказал какой-то не очень дорогой но говорит все нормально нам подойдет хорошо на телефоне же тоже есть навигатор но интернет не всегда есть антат от интернета мы один раз ехали когда вот туда в те края и навигатор нас увел не туда там какие-то дороги же перестраивают меняется вот эти направления да и увез нас на увел нас навигатор не поймешь какую-то деревню мы заехали туда ели выехали то есть мы проехали вот достаточно далеко и потом уже поняли что ну что надо возвращаться обратно а там какие-то ремонтные работы то есть вот так вот на навигатор то тоже надеется он уже там карту составил все там даст мне эту буду я смотреть куда мы едем такие вот дела навигатор тоже не всегда правильно показывает нужны новые карты нужны новые карты не знаю берется ли все у нас в машину столько всего столько всего набирается что ужас надо грузовик одно другое третье в общем сегодня домашний режим мне даже ресницы не красил так вот накрасим подвела стрелки долго это тени немножко что глаза то хоть открылись чтобы смотреть на мир открытыми глазами вчера даже вот и может у меня даже температура поднимался я не знаю но я так потрогал голову что нет но не мерил не измерял температуру на сегодня нет ну то есть я вчера даже как-то замерзла спать легла рано где я вот так вот закрыла смотрел телевизор а девочки да про брюки вы пишете лариса мне пишет что надо сначала постирать потом зашивать ну я же так и говорила я говорю я их распорола подгиб потому что по любому они чуть-чуть усядут и мне нужно чтобы они подлиннее были даже уже вот они мне только-только ну даже вот если бы они будут подлиннее то это хорошо я распорола для того чтобы их бросить в стирку чтобы вот когда стираются вот эти вот ворсиночки эти вот от иголочек да те точечки они ну в общем сошли на нет вот а потом естественно я их примерю если что-то меня не устроит то я уже застрочу немножко вот в боках в боках потому что у меня бедра и так не узкие а если еще такие штаны надеть ну карлсон который живет на крыше мне хорошо не люблю я все-таки ну даже вот ну чем мне брюки палаццо нравится что они по бедрам а дальше они немножко от бедра расширяются а когда уже от талии это все расширено то это некрасиво вот я говорю эти брюки вот наверное ну не на мою фигуру однозначно надо вот с попой вот стать такой вот чтобы живот попа была тогда они сядут а на меня они не очень то сели вот хотя говорю сейчас вот так носят ну так носят ну ладно пока отключусь ну все вот бросила свои эти брюки стирать посмотрим что будет как они там сядут не сядут ну на 30 градусов на ручную стирку вот стирает моя старушка вообще я не только для того чтобы узнать сядет не сядет я всегда новые вещи все стираю ну на малое количество градусов на малое количество времени ну вот на бережный режим брошу ну собственно есть холодная стирка там у меня в машинке но я как то всегда на ручную брошу и все немного порошка немножечко немного там этого кондиционера для белья вот а так всегда все стираю не только нижнее белье но и верхнее то одежду и постельное соответственно никогда не постелю новое потому что ну представьте где его шили где оно валялось может на полу да красители во первых даже на некоторых вещах пишут что перед тем как надеть на себя нужно постирать рекомендуется постирать так что вот конечно на производстве где тут эта вся ткань во первых где валялось ну да опять же эти красители все равно надо освежить постирать немножко на минимальное количество ну или если руками то так в прохладной воде с небольшим количеством порошка простирнуть прополоснуть и все неприятно надевать новую нестиранную вещь я вот не знаю не могу так да и все я кого не послушаешь все стирают в общем то ну кто то не стирает кто то не стирает уже не говорят ну да полотенце постельное ну как ложится на этот даже пахнет этой краской так что вот лицом ложится на это постельное белье нет обязательно все надо простирать даже без порошка можно так простой водой прополоскать и все даже так вот вот дела вот грустно мне грустно девочки на улицу даже не могу конечно можно выйти но ветер у нас сегодня прям деревья аж вот раньше не было таких ветров у нас сейчас же вот эти ветра 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 какие-то редко да вот я же вам показываю видео редко что идем и я скажу как сегодня хорошо ветра нет прям замечательно конечно когда слишком жарко хочется чтобы ветерочек появился а когда такая средняя температура а еще тем более когда холодно то ветер совсем ни к чему не знаю муж пошел надел с длинным рукавом этот свой кофту ну вот спортивную хотя сегодня должно вроде бы быть тепло так ладно чем-нибудь сейчас займусь ну гриба грибами займусь надо не знаю сколько там их получится наверное немного потому что грибы же когда при жарке они уменьшаются очень сильно вот я 4 это 4 пакета все убралось вот в этот друшлаг еще один пакет остался сейчас наверное они осядут и это все уберется так что сколько там будет может баночка ну сколько будет столько и будет лучше наверное сделать поменьше банки ну если у нас там есть они для того чтобы если открыла уже использовать чтобы так они если постоят они испортятся сейчас посмотрю что-нибудь так муж принес ландыши видите уже ландыши ландыши много расцвело красота красота так ну поставила жарить грибы уже тут я воду сливала сейчас обжаривается и вот на этой новую у меня сковородка глубокая старую я выбросил свою первый раз в ней готовлю такая хорошая глубокая сковородка вот ну а здесь компотик у меня будет черная смородина можно конечно черную смородину просто в чай положить ну мы вот так хотим компот вот ну я вот сейчас только закипит и выключу и все будет такой морсик вы пишите девочки мне пишите про гречку как гречку готовить ну неужели вы думаете я не знаю как гречку готовить просто мы делаем так как нам нравится вот грибы я ну эти грибы я буду без лука обжаривать потому что для дочери то да для зятя повезу повезем может и внук поесть не знаю а так мне больше нравится просто отварить гречку и с молоком мужу я иногда делала так вот морковь лук он по-разному любит вот можно туда можно добавлять я обычно лук и морковь добавляю добавляю когда вот мелко режу грудку куриную или индейку так вот типа ну такой поджарочки заправочки делаю туда и лук и морковь и все и перец и так вот у меня тушится а потом я куда-то вот как гуляш типа гуляша добавляю с гречкой но мужу делаю конечно конечно я знаю разные способы девочки и с тушенкой так вот туда вот прям в гречку что два к одному варить тоже знаю девочки мне уже сколько внешне 16 поэтому вот а так мы варим так как нам нравится в основном как я люблю говорю для мужа когда он ест например что-то я ему могу так поджарить и с лучком и с морковкой поджарочку сделать и заправить а так я делаю так я делаю как делаю как мне нравится закипит компот вам наверное так очень нравится поэтому пишите а вот так а вот так но я понимаю вы любите у нас всех вкусы разные я раньше любила гречку но раньше мы так же делали вот именно грибы отдельно и потом как подливкой заливаешь на гречу и свекровь моя так делала и мама так делала и я так делаю раньше я это очень любила а сейчас вот я гречку вообще не люблю просто иногда вот так для разнообразия я сварю вот я поела один раз и все больше я ее не хочу ну или вот так вот на ужин гречку молоком зальем все не люблю я гречку наверное когда вот она была в дефиците в советские времена и уж не достать было вот я любила ее и в детстве как-то мало ну не было гречки вот а сейчас вот не будь ее совсем я ее просто не люблю я люблю картошку люблю макароны и все вот картошку макароны рис ну говорю я готовлю все но редко так вот для разнообразия и горох люблю кашу гороховую только ее долго варить вот так и муж что-то не очень ее любит а я люблю муж любит капусту тушеную я капусту не люблю как-то вот наши вкусы расходятся но иногда все готовлю и один раз я могу поесть а на постоянной основе у меня картошка и макароны любимые любимая еда любимый гарнир едва едва правильные не без неразировал нет сделаем